Воскресенье Воскресенье Двигаться вперед и выполнять задачи Время Действительно нет такого понятия Сосед слева, сосед справа Действительно это похоже на движение ледокола по ледяному полю Ты ломаешь лед, движешься вперед Ледины за тобой смыкаются Обратной дороги нет Трудность заключается в том, что В то время, когда Внимание всех и все усилия Точны о том, чтобы выполнять задачи На линии соприкосновения Когда у тебя в тылу появляется отряд К тому же бьет по самым болевым точкам То есть по линиям коммуникации, правильно сказали, по складам, базам, арсеналам, по каким-то таловым подразделениям. Это, мягко говоря, дополнительное неудобство, которое может резко усложнить, а может даже исключить полностью успешное выполнение задач на переднем крае. Единственное, что гражданская война в США может служить отличным примером применения рейдовых действий. Кроме того, кроме Дениса Давыдова и войны 1812 года, широко рейды использовали в ходе гражданской войны в СССР, в ходе Второй мировой войны. Кстати, в то время они выполнялись в том числе механизированными танковыми частями и соединениями даже. Ну, про партизанские рейды, в том числе и на территории Украины, я думаю, это тоже общеизвестный факт. То есть это форма применения, это примеры, которые доказывают то, что эта форма и этот способ выполнения задачи очень эффективен. Но не более того. Проводить параллели, считать себя фигурой равной Денису Давыдову я не рискну.